Всем-всем большой приветик! Я очень люблю закупаться в магазинах Fixed Price и делаю я это регулярно, как вы поняли уже из моих видео. Я думаю, что и вы не исключение, хотя бы раз туда заходили и что-то покупали. Там можно найти хорошие товары по хорошей цене и в некоторых случаях экономия действительно очевидна. И я решила создать на своем канале отдельную рубрику, где я буду тестировать те или иные продукты из этого магазина, высказывать свое честное мнение по этому поводу, показывать какие-то вещи, какую-то продукцию из этого магазина, которой я уже пользовалась, рассказывать, как она в деле, чем она хороша, чем она плоха и говорить, стоит ли ее покупать или не стоит. Так что, если вам эти видео нравятся и, возможно, это видео окажется полезным, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить выхода новых видео. Итак, первое, о чем бы я хотела рассказать, ну немножко, это вот такие вот салфетки бытовые. Я постоянно их покупаю, постоянно в моих видео они фигурируют. Чем они хороши? Они оттирают практически любую грязь. И самое, что интересно, они оттирают мазут. С любых почти поверхностей. Я проверяла их и на газовой плите, и на столе, и на стене. Ну, если только обои они не отмывают, там грязь на обоях. А так, мне эти салфетки очень нравятся, они не вызывают аллергии. Кот на них, на их запах совсем не реагирует. Я промываю и туалет, ну там в некоторых местах, да, где кошачий лоток, например. В общем, ну, рекомендую, советую. Действительно, очень хорошая вещь. Ну, просто вот такая вот отличная. А следующее, я уже на дачу съездила много раз, и в земле поковырялась много раз, так что у меня было много ситуаций проверить вот такую вот очищающую пасту для рук, лица, тела. Ну, честно, на лице я ее не проверяла, не тестировала, а вот с рук и с лица я ее, конечно, проверяла, как она в деле. В общем, да, действительно, она отмывает многие, многие загрязнения, землю, строительную пыль, глину, краску. Но акриловые краски она за раз отмывает. И я еще пробовала ей мазут оттирать. Нормальная она так, знаете, как паста, содержащая что-то. То есть она жидкообразная такая. Вот она высовывается. И действует как скрабик. То есть, когда у вас ручки грязные, вы можете ее прекрасно нанести на ручки, так потереть. И она как скрабик начинает все отмывать. Единственное, что потом ее нужно смывать водой. Ну, в принципе, там все так и написано. И что мне нравится тем, что после нее руки действительно не сухие. Она какой-то увлажняющий эффект все-таки дает. И мне этим самым она очень понравилась. По поводу всяких смол, клеев, жиров. Лаков, ну, суперклей она не отмывает. А какие-то такие, там, клей ПВА, еще там какие-то клеи она, да, отмывает. По поводу лаков, честно говоря, я не тестировала ее на лаке. Вот что забыла, то забыла. Но можно ее купить, например, на время дачных работ, когда вы ковыряетесь в земле. Это, ну, отличный вариант. Почему бы и не купить? Следующий продукт, это вот такой вот гель для рук, антибактериальный. Что я о нем могу сказать? Мне он совсем не понравился. И если вы хотите все-таки купить что-то подобное, то покупайте вот в таких вот маленьких тюбиках, ну, в магазинах продают, но только не вот это. Потому что, во-первых, пахнет. На руках он пахнет не очень уже так сильно, но все-таки запах остается, и остается какая-то такая липкая пленка. Ну, по крайней мере, вот у меня такое ощущение создалось. Тут написано, что это без салфеток, без мыла, то есть помазал и все, и пошел там кушать фрукты, продукты и так далее. Но мне показалось, что все-таки этого недостаточно. То есть вы наносите это на руки, и обязательно нужно потом это все смывать, потому что эффект мне не понравился абсолютно. Какая-то пленка такая остается на руках, и пахнет это все. Так на время можно, да, если вы с рук не собираетесь что-то есть. А так я бы это второй раз не купила. А следующее, что хотела бы вам показать, это вот такая вот меламиновая губка-ластик. У меня осталась упаковка, потому что я уже использовала все две губки. Честно, они очень быстро портятся. Вот она, что от нее осталось. Я эту губку более-менее хранила, чтобы она в более-менее хорошем состоянии и виде была. Скажу сразу, что мне эта губка понравилась тем, что она действительно отмывает все, практически с любых поверхностей. Я ей мою без моющего средства газовую плиту, и это вообще, это супер-пупер. Еще я мою, кстати, душевую кабину этой губкой. Единственное, что ни в коем случае не трите ей лицо или кожу рук. Пожалуйста, не повторяйте моих ошибок, потому что она смывает все. Но она также и легко, как сказать, разрушается, что ли. Вот смотрите. То есть я могу ее так спокойно разорвать. Причем в мокром состоянии это делается вообще без какого-либо усилия. И самое, что интересное, если вы протираете что-то, то обязательно смотрите, чтобы не было каких-то гвоздей, острых углов или что-то. Потому что если она задевается об это, то вот такой вот эффект ей просто гарантирован. Поэтому я считаю, что такие губки можно покупать не в фикс-прайсе за 50 рублей, а в других магазинах там за 100, за 200 рублей. Потому что у меня были такие губки, и они не крошатся вот так, как эта губка. В общем, я думаю, что экономия здесь, никакой экономии нет, поэтому лучше покупать подороже, и она прослужит вам, ну, дольшее количество времени. Следующее, о чем бы я хотела поговорить, это вот такие вот игрушечки. Упаковочки у меня уже не осталось. В общем, после недели использования вот эта игрушка у меня сохранила свой внешний вид. Вот, напомню, что это игрушки для котов. То есть мой кот с ними играл. А вот эта игрушка, вот что с ней стало. То есть она совсем вся расклеилась, ободралась, разодралась. В общем, вот так вот. То есть 50 на 50. Ну, смотрите, сами коту-то все равно, да. А еще, заметьте, что вот эти вот маленькие детали, они отрываются даже без каких-либо усилий. Так что все-таки лучше приклеить. Понадежнее, чтобы кот, не дай бог, там их не съел как-нибудь. Кстати, вот тут вот детальки приклеены, это очень даже хорошо. Следующее, о чем бы хотела рассказать, это вот такие вот спа-носочки. Вы задавали вопросы в прошлом видео про покупки фикс-прайс. Вот они так выглядят. Но это не носочки, это полуносочки. Они на пяточки одеваются. Здесь внутри вот такой вот гелевый, чего-то такое, наполнитель какой-то гелевый или силиконовый, не знаю. В общем, эффект такой. Вы берете, делаете щеточкой пемзы, обрабатываете пяточки, потом наносите на них какой-то увлажняющий крем и одеваете вот эти вот носочки. Пахнут они не очень хорошо, то есть какой-то отдушкой, очень сильной отдушкой пахнут. Единственное, что, конечно, пяточки после вот этих носочков пахнут только кремом. И эффект действительно есть какой-то увлажняющий, очень хороший. Он размягчает пяточки, делает их более гладкими. Но знаете, что я заметила? Вот это вот гелевое или силиконовое покрытие, которое внутри, я так думаю, оно скоро будет очень сильно разрушаться, то есть обдерется. Я не знаю, что с ним случится, потому что я уже там находила какие-то дырки. Вот. Но я думаю, что это случится не скоро, так что мне кажется, что несколько месяцев они мне точно прослужат. Берите, попробуйте, не пожалеете, все-таки эффект какой-то увлажняющий они дают. Увлажняющий, размягчающий. И последнее, о чем бы я хотела сегодня рассказать, это вот такие вот адиселибрационные подставки. Вот я сохранила упаковочку, сохранила почти что внешний вид. Это подставочки, которые вы кладете под какую-либо технику, которая у вас сильно очень вибрирует. Но во всяком случае, почти у всех, это стиральные машины. У меня она просто почти что взлетает на отжиме, поэтому я решила попробовать. Что я могу сказать? Я эффекта как такового очень сильного не заметила. Может быть, немного такой слабоватый эффект, когда она при отжиме на 700 оборотах может быть, чуть поменьше вибрирует, чуть поменьше скачет. Возможно, это у меня, так может быть, я как-то их неправильно подставила под стиральную машину. Во всяком случае, не знаю, рекомендовать вам покупать это или нет. Но я бы, честно говоря, уже бы не купила. Зная вот этот вот эффект, я бы не купила вот этот товар. Еще раз, это антивибрационные подставки. Так что смотрите сами. Мой вам совет не покупать. А там уже вы сами решайте. Ну вот и все. На этом сегодня я заканчиваю обзор каких-либо вещей и продуктов из магазина FixPrice. В следующем выпуске, возможно, будет средство по уходовой косметике. Также немного расскажу, чем я пользовалась. В общем, стоит ли этим пользоваться или не стоит. Если видео вам понравилось, оказалось полезным, может быть, что-то действительно вам было интересно узнать, то ставьте обязательно лайки. Еще раз подписывайтесь на мой канал, если нравится видео со мной. И я вам всем желаю отличного настроения, удачных покупок. И с вами была Лада. Всем пока-пока и до новых встреч.